В Абхазии продолжается полемика так называемой концепции внешней политики, предложенной президентом самопрозглашенной республики Асланом Бжанией. Как и почему общество разделил один пункт не слишком обширного текста и чем это разделение может быть шревато. За некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с политологом Астамуром Тания и руководителем общества инвасодействия Асланом Алхасом Прасите Тхагушевым. Валхас, конец года, пандемия, энергокризис, и так все довольно напряженно. Почему нужно было лихорадить народ, по-вашему, столь напряженным и столь двусмысленным начинанием? Я не думаю, что кто-то намеренно имел целью будоражить. Сегодня я послушал интервью депутата Астамура Логу, взяву интервью, и я понял, что он был одним из инициаторов появления этой концепции. Честно говоря, для меня это были новые какие-то вводные посыл, был такой со стороны представителя оппозиции, что не обсуждалось ничего и все такое прочее. Я, честно говоря, плохо знаком с этой конвой. Я понял, что не все так однозначно. Видимо, какой-то системный сбой произошел. Достаточно было длину внимания в стенах парламента обсуждению этого вопроса. Или, как выразился депутат Логу, что было мало времени, что-то там помешало. Я не знаю, что. Я, как понял, никакого такого злого умысла не было в принятии этой концепции. Но то, что произошел такой обмен мнениями, в этом я тоже никакой проблемы не вижу. Мне кажется, это даже здорово. Хорошо, что есть такая заинтересованность и такой открытый разговор состоялся. Алхаш, системный сбой. Что вы имеете в виду? В коммуникациях власти и парламента, системный сбой внутри власти? Ну, у нас вообще сама конструкция власти не сбалансирована. И многие решения в разные годы, они принимаются без должного обсуждения, возможно. Возможно, просто эта проблема как раз обозначила еще раз тот момент, что парламенту нужно давать больше полномочий. Но нужно это обсуждать. Более сбалансированная система не позволила бы избегать вот этих кризисных ситуаций, потому что у нас еще много чего ждет. Астамор, Алхаз использовал, воборот, системный сбой. Но этот системный сбой случился перед... Вскоре после того, как случился предыдущий системный сбой, да, разговоры и полевик по поводу гармонизации отношений с Россией. События, и связанные они между собой как-то или логически, или внутриполитически, или еще как-то. Когда в обществе существует ярко выраженная политическая поляризация, при выработке каких-то подходов, в данном случае речь идет даже не о решении, а о концепции, мне кажется, что все-таки нужно исходить из того, что существует определенная политическая поляризация. И нужно принимать превентивные какие-то меры по купированию таких эмоциональных выплесков. Это все-таки кавказская политика. Ей вот свойственна эта эмоциональность. Поэтому я не вижу здесь выхода за рамки нашей традиционной политической культуры. То есть, по-вашему, ничего сущного в этом споре нет? И вопрос только в форме подачи и в эмоциях, которая сама позиция возражений не вызывает в случае? Нет, возражения-то, конечно, существуют, наверное. После того, как прекратились перманентные грузино-абхазские переговоры, был демонтирован этот международный формат, который действовал весь послевоенный период вплоть до 2008 года, образовался такой вакуум. Раньше вот эти контакты, они носили все-таки привычный характер. Несмотря на остроту противоречий между абхазской и грузинской сторонами, все понимали, что эти противоречия могут решаться только в ходе переговоров. Поэтому сейчас, когда общество отвыкло от того, что идет какой-то диалог на официальном уровне, это может вызывать вот такого рода негативную реакцию. Поэтому надо все-таки с обществом и с различными его политическими силами больше работать. Объяснять, что вообще функция и МИДа, и внешней политики, она как раз в этом и заключается, в идее переговорного процесса. Искать какую-то повестку, как это происходило сразу после конфликта, искать повестку, которая позволяет нам мирными средствами решать разделяющие нас проблемы. Аухас, сторонники этой концепции говорят, что, в общем, в чем причина таких страстей. А переговоры ведутся на разных уровнях, они и так велись. Но если они велись, то зачем нужно было так четко ставить этот вопрос, так четко его актуализировать? Ну вот то, о чем Астамур уже говорил, у нас поляризация политических сил. И эти противоречия, они дают о себе знать на разных уровнях. И эта тема становится вот такой остро обсуждаемой не впервые. Ровно с такими же сложностями, скажем, сталкивалась прошлая власть. Ну и до этого у нас возникали периодически такие моменты, когда остро обсуждались вопросы, связанные со внешнеполитическими вот этими делами. Мне кажется, что сейчас оппозиция поставила вопрос традиционно. Я думаю, что никто не удивился в Абхазии, что так вопрос был поставлен. С другой стороны, понятное дело, что есть две позиции в нашем обществе. Есть люди, которые категорически считают, что не нужно вести никаких переговоров. Мне эта позиция откровенно не близка. Ну, у них есть ряд аргументов. Я уважаю эту позицию, но не могу ее принять. И сейчас вот в этой концепции, это же на другая точка зрения, которая касается вот возможности там появления каких-то новых форматов, возможности как бы двигаться вперед. Ничего плохого в этом я не вижу. Ну, опасения есть, значит, нужно их обсуждать. А Стамур, а зачем, собственно говоря, Москве? Все это происходит, во-первых, после всех разговоров об гармонизации отношений, с одной стороны, с другой стороны, после окончания войны в Карабахе. Неужели опять речь о железной дороге? Что касается вопроса гармонизации, давняя история, она началась сегодня. Там тоже много элементов политизации этого вопроса. Не всегда в этом надо искать какой-то там злой умысел, что кто-то хочет установить какую-то систему доминирования. Что касается вопроса коммуникации, ну, я думаю, что он в целом для Южного Кавказа, конечно, актуализируется, потому что мы видим, что этот вопрос занял большое место вот в этом Азербайджано-Армяно-Российском соглашении, ключевое место занимает. Ну, нельзя исключать, что этот вопрос актуализируется и относительно транскавказских коммуникаций, проходящих через Абхазию в направлении Грузии и далее. Насколько с этим связана концепция? Не знаю, потому что концепция, она, внимательно изучать ее текст, она слишком катоцептуальна, я бы так сказал. Например, мне кажется, что вопрос возрождения международного формата, который у нас был, можно было его изложить более ясно, и мне кажется, это не вызывало бы такого вот реакции, потому что, когда много неясности, остается поле для домысливания. Поэтому я думаю, что здесь не появились какие-то новые, вводные. Скорее речь идет о продолжении повестки, которой не один год. Ну и что этот дискурс актуализировался по поводу переговоров, он, конечно, это тоже неплохо. Я думаю, что будут сейчас высказываться, возможно, прямо в противоположной точке зрения не только внутри Абхазского общества, но и в грузинском обществе. Алхаз, для чего, по-вашему, Москве несение конструктива в отношения Сухоми велись? Само говоря, я настолько не уверен в том, что эта инициатива полностью исходит из Москвы. Без согласия на это Москвы, а Москва все-таки играет активную роль в отношениях с Сухоми, то, наверное, это как минимум согласовано с Москвой. Ну да, это, наверное, по линии МИДа, по линии Совета как-то эта информация проходила. Я думаю, что в Абхазии ни для кого не секрет позиция, скажем, Сергея Мироновича Шамбур. Все то, что он сегодня говорит, он это говорил и до прихода на эту позицию председателя Совбеза, будучи в оппозиции. Да и вообще долгие годы он придерживается вот этой точки зрения. Наверное, какие-то вещи совпадают, но я не вижу каких-то противоречий в его позиции. Он, в принципе, за переговоры, за то, чтобы находить какие-то формулы. То же самое, мне кажется, касается заявлений, которые делал еще будучи в оппозиции Аслан Джани. И то, что актуализировалась эта повестка, ну, понятное дело, что вся эта история с карабахскими событиями, она бесследно для нашего региона не пройдет. Какое-то движение, значит, разных игроков, разных интересов. То, что Абхазию это не коснется, ну, я думаю, что всем понятно, что Абхазию коснется. Другой вопрос, что сейчас, если мы пытаемся, если мы видим попытку выстраивания такой проактивной позиции, мне кажется, это можно только приветствовать. Почему мы должны постоянно реагировать на чьи-то решения, чье-то мнение? Мне кажется, что следующий год наверняка будет насыщен этими событиями. Я не знаю, насколько актуализируется тема там железной дороги, не знаю. Но, видимо, это один из тех вопросов, который будет поставлен в повестку. Что мы имеем в виду под тем, что вы назвали посткарабахским периодом? Некоторые понимают это довольно упрощенно, мне кажется, принимают это как некую опасность повторения сюжета между Грузией и Абхазией в плане реванша. Ведь, я так понимаю, вы имеете в виду что-то более сложное? Я имею в виду, что вообще интересы разные завязаны на этот регион. Мы же прекрасно понимаем, что большие игроки, они никуда не уходили. Ну, может быть, сейчас там есть какие-то вещи, которые отвлекают тот же Евросоюз, Соединенные Штаты или Россию. Но все равно внимание этих игроков, они всегда внимательно следили и всегда какое-то участие принимали. Для меня очевидно, что весь регион пришел в какое-то движение. Рассеанс очень сложный. В Абхазии нужно как-то постараться, насколько это возможно, постараться сбалансировать, постараться согласовать. Это дело, конечно, с нашим стратегическим союзником, но в то же время стараться не закрыться. То есть это ведь тоже важный посыл, то, что мы транслируем что-то. Не за нас транслируют, а мы транслируем. И нужно эту позицию как бы усиливать. Нужно предлагать какие-то форматы, чтобы нам потом не навязывали что-то, что для нас будет совершенно неприемлемо. Потому что если мы будем пассивными наблюдателями этого процесса, я боюсь, что это как раз может усугубить наше положение. Астамур, мне кажется, Алхаз затронул очень важную тему, что кроме всего прочего, кроме всех региональных, политических, внутриполитических контекстов, еще речь идет о кризисе идей. Скажем так, потому что в концепции сказано о том, что Абхазия готова открыться. В некотором смысле такой вызов для общества, которое, в общем, привыкло к определенной закрытости. Вот это столкновение идей, насколько оно чревато для Абхазии, насколько это может стать кризисом, причем может быть кризисом в хорошем смысле слова. Кризис можно смотреть и с позитивной точки зрения, потому что кризисы порой лучше, чем длящийся длительное время застой. Поэтому, что возник этот дискурс и что идет такой живой, порой острый обмен мнениями, это хорошо. Это значит, в обществе существует осознание, что надо искать выход из тупика. Да, это касается ведь не только вопросов внешнеполитических. Как большинство постсоветских стран мы тоже переживаем кризис модернизации. Все равно нужно моделировать свой способ встраивания в мировой глобальный процесс. И для постсоветских государств, особенно таких небольших, как Кавказский, для них очень актуальный вопрос. С одной стороны, сохранение своей идентичности, а с другой стороны, встраивать глобальный цивилизационный процесс. Конечно, здесь существуют определенные риски, но скрываться от них, занимать какую-то страусиновую политику, мне кажется, еще гораздо опаснее. Астамур, насколько велики риски внутриполитических потребностей, традиционных для Абхазии последних лет? Вы знаете, мне кажется, все-таки власть и оппозиция, они должны попытаться найти выход из этой парадигмы, когда движутся от реванша к поражению, от поражения к реваншу. Это же не силовой вид спорта, в котором не может быть ничьей. Мне кажется, что в этом смысле, конечно, инициатива должна принадлежать власти, потому что она несет все-таки официальную ответственность за стабильность экономическую и политическую в стране. Естественно, своя доля ответственности лежит и на оппозиции. Мне кажется, надо формировать какие-то площадки для вот такого конструктивного взаимодействия. Но я надеюсь, что вот эти вот острые дебаты, они могут послужить стимулом для формирования таких площадок. Ахаз, если не будут найдены эти площадки, насколько, образно говоря, велик риск очередной площади? Я думаю, что в ближайшее время, наверное, вряд ли. Все же есть определенная усталость от этих внутриполитических гряз. Но мне сложно представить такой сценарий. Но если власть вдруг будет игнорировать иное мнение оппозиции или каких-то экспертных кругов, то, конечно, ничего хорошего нам ждать не приходится. Но сегодня, наоборот, мне кажется, этот разговор, который состоялся в парламенте, он, ну, кто-то в этом видит, возможно, проблему. Я вижу возможности, потенциал. Гостями некруглого стола были Алхаст Хагушев и Астамур Тания. С ними беседовал Вадим Дубнов. Продолжение следует...